Анастасия 15 лет. Ее аккаунт в соцсетях был взломан. Дальше мошенники действовали по отработанной схеме. Я захожу в приложение, меня просят ввести, ну, зарегистрироваться или войти в свой аккаунт. Ну, получается, я ввожу свой пароль, логин, ну, не могу, понятно, войти. И я в этот момент была со своей подругой, она сказала, что пришло сообщение от меня, ну, якобы у меня сменился номер телефона. Говорить такое происходит не впервые. Соцсети подвержены взломам. Ребята уже на зубок выучили простые правила. Нельзя сообщать свои личные данные, паспортные данные. Что во всех подозрительных случаях необходимо сразу информировать родителей, да, учителей, взрослых людей. Соответственно, быть внимательными, когда просят сообщить ваши личные персональные данные, что различные пароли нужно усложнять. Сотрудники полиции и представители общественного совета при управлении провели акцию «Безопасный интернет». И еще раз напомнили детям и родителям, как защитить свои персональные данные и быть внимательными при размещении личной информации в соцсетях. Данное мероприятие необходимо для подрастающего поколения, чтобы повысить уровень правовой грамотности и, соответственно, предупредить подростков о правильном, внимательном размещении своей информации в социальных сетях, о необходимости такого правильного рационального использования в различных пабликах, аккаунтах. Ребятам не только разъяснили правила безопасного общения в интернете, но и напомнили об ответственности за публикацию фейковой информации.